Это наши городские джунгли. Говорят, через 20 лет в них будет жить 4 миллиарда человек или почти 60% населения земного шара. Мнивое благополучие городского существования притягивает к себе словно магнит. Цивилизация упростила жизнь человека, но, кажется, совсем разучила общению с природой. Сюда вот я подошла к туалету и увидела его вот там, около той яблони. Большой, крупный. Я стала кричать к деду, он не слышит. А потом собака здесь гавкала, потом видела, что я здесь, ну, рядом. Побежала туда к нему. Он туда посмотрел и вот так вот вниз в рог пошел. После этого случая у бабы Насти, жительницы небольшого сахалинского поселка, случился двухнедельный шок. Еще бы! Нос к носу встретилась с живым медведем. И не где-нибудь, а на собственном огороде. Позвонила где-то Алла Ивановна, говоря, она так и так медведь приходила. Она кому-то там еще позвонила. Приехали все убивать. Алла Ивановна в поселке Пригородное, председатель дачного кооператива. Говорит, 30 лет приезжает сюда каждое лето. И ни разу не слышала, чтобы медведь так близко подходил к человеку. И вдруг настоящее нашествие. Мы боимся сюда привезти детей, мы сами боимся. Он там столько наворочил, он поразовратил заборы, попереворачивал бочки. Почему медведи стали охотиться на людей? Их территорию заняли. Как оказались акулы у берегов Японского моря? Они всегда в наших водах летом присутствуют. Откуда в Ростовском озере появилась зубастая пиранья? Вот такая вот красавица. Почему амурский тигр съел всех местных собак? Тигр привыкает к легкой жертве. Можно ли остановить армию саранчи? Она панциром покроется, я ничего не сделал, ничего не потравил. Откуда в центре Москвы появились полчища тараканов? Расплодились так, что невозможно было проживать. Что это? Необъявленная война животного мира с человеком? Мы не просто рассказываем истории. Мы хотим разобраться в сути проблемы. Своим телосложением медведь напоминает человека. Даже задние лапы сгибаются в коленном суставе в том же направлении, что и у людей. Не зря славяне считали его языческим божеством. Медведь до сих пор символ России. В западном представлении бытует стереотип о том, что медведи в буквальном смысле ходят по улицам нашей страны. И если до недавнего времени эти слова воспринимались как забавные небылица, то сейчас для жителей Сахалина они стали реальностью. Чтобы разобраться, почему добродушный Мишка превратился в буйного зверя, мы организовали экспедицию на Сахалин. Поселок Пригородное. На кухне председателя дачного кооператива Аллы Ивановны теперь каждый день собрания. Обсуждают бесчинство Косолапова. Выясняют, что делать и кто виноват. Их территорию заняли. Их территорию заняли. Занял завод. Опасения дачников разделяют и местные экологи. Там, где раньше шумели леса, теперь качают газ. Это нефтяные платформы, которые находятся в море. Есть участки добычи нефти, также на побережье. И все это связано с магистральным нефти и газопроводом, который через весь остров проходит и идет к заводу Пригорода. Конечно же, это влияет на среду обитания медведя. За моей спиной один из крупнейших в мире газосжижающих заводов. Он был построен в 2005 году на месте колоссального лесного массива. Именно там и проживали медведи. Мы, конечно, не выступаем за это, чтобы завод убрать. Мы выступаем за то, чтобы нас переселить. Нас убрать. Пока люди митингуют, в кабинете начальника управления Сахалинского охотхозяйства медведю подписывают приговор. Если зверь вышел к людям, его необходимо убить. Иначе он убьет человека. В прошлом году мы отстреляли на этот же момент, допустим, 14 медведей. А в этом году уже мы отстреляли 15. И, видимо, это будет продолжаться. Для отстрела опасного животного сформирована специальная группа. Мы просим разрешения принять участие в операции. Очень сильная отдача. Хочешь, расстрелили? Просто для интереса. Выход в тайгу назначен на следующий день. Своим местом обитания эта рыба выбрала прибрежную зону континентального шельфа. Ее наблюдали у Австралии и у берегов Южной Африки. Рядом с пляжами Калифорнии и в центральной части Средиземного моря. Но в последнее время ее стали встречать там, где раньше даже не видели. В Красном море, в Египте и в России, в Приморском крае. В этой бухте, на берегу Японского моря, все и произошло. Это был обычный день. Мы отдыхаем в этой бухте не первый год. Отдыхаем дикарями. У нас лагерь на берегу. Сергей Торохов с другом сидели в лодке, рыбачили. И вдруг услышали пронзительный женский крик. Когда мы посмотрели на воду, мы увидели девушку, которая истошно кричала и как-то в воде хаотично двигалась. Мы напарялись туда, вытащили ее в лодку. Она закричала, спасите, акула, ест там парня. Погрюнули голову в другую сторону и увидели, что действительно плавник, предположительно акули, вода красного цвета. Друзья подплыли к мужчине, хотели вытянуть его из воды за руки, но оказалось, что рук у него нет. Их откусила акула. Это самая крупная рыба-хищник на планете. Большая белая акула одним своим внешним видом внушает панический страх и горе тому, кто окажется рядом с ней в воде. Спастись удается немногим. Только в прошлом году в мясорубке хищных челюстей погибло 27 человек. Не зря в простонародье эту рыбу именуют акулы-людоед. Белые акулы – настолько опасные хищники, что их нет ни в одном океанариуме мира. Рядом с этой ненасытной убийцей любое живое существо тут же становится добычей. Первой жертвой нападения акулы в Приморском крае стал Денис Удовенко. Это единственное интервью, которое дал молодой человек тележурналистам. То, что Денис остался в живых – заслуга только его спасителей. Если бы не грамотные действия Сергея Торохова, парень бы истек кровью и умер. Вытащив Дениса на берег, он наложил жгуты и помчался с пострадавшим в больницу. Полтора часа гнал на предельной скорости вот по этой разбитой дороге. Было желание довезти парня, чтобы он остался живой. Мы когда ехали, Кирилл общался постоянно с врачами по телефону службы спасения. Я был за рулем, а Полина, жена, она общалась с Денисом. Но он держался молодцом, он молодец, сильный человек. Такое ощущение, что пилой откусили ровненько, без всяких отломочков, осколочков. Ну, только единственное, что мышцы торчат, торчат, в виде, как снимают. И вот прям вот болтаются. После выписки из больницы Денис Удовенко категорически отказывается общаться с прессой. Встреча с акулой сделала его инвалидом. И он не хочет выставлять на показ свою немощность. Мы вылетели в Приморский край. Наша цель выяснить, почему летом 2011 года акулы-убийцы оказались у берегов Японского моря. Техника безопасности на воде. Как не стать обедом для акулы? Стараться как можно меньше двигаться и как можно меньше обращать его внимание на себя. Гость из Манагаскара. Как экзотические насекомые получают вид на жительство в России? Они могут мигрировать на судах, на самолетах. Все тайны дикой кошки. Зачем уссурийский тигр стал выходить к людям? Нарушается место обитания тигра. Смотрите после рекламы. Мы в поселке Славянка. Этим летом о его существовании узнала вся страна. Новости о нападении акул на людей напоминали военные сводки. Местный житель Павел Нечаев стал еще одной жертвой морского хищника. Парень долго отказывался от интервью, но устал отвечать на вопросы назойливых журналистов. Но мы все-таки его уговорили. Он повел нас в ту бухту, где на него напала акула. В мелководье там резко меняет глубину. Получается, я полностью окунулся, маску одел, полностью вот так окунулся. И тень эта быстрая. Я резко вот так хотел из воды выкручивать, и она вот, получается, челюсть открывает свою. Ну, хотела меня укусить за руку. Я просто руку резко вот так выдернул, ее еще успел рукой отпихнуть. Павел не сомневается. От неминуемой гибели в пасти акулы его спасло только одно. Рядом был берег. Почувствовав под собой землю, он тут же начал кричать об опасности. Стоял жаркий день. На пляже было полно отдыхающих. И тут я начал кричать просто то, что люди, смотрите, аккуратнее, не купайте. Акула плавает, меня укусила. После третьего нападения хищницы на человека, местные власти попытались закрыть пляжи. Но отчаянные призывы властей не нашли отклика в сердцах отдыхающих. Это бухта Баклан. Здесь расположен самый крупный пляж поселка Славянка. Несмотря на многочисленные предупреждения администрации, он не опустел после нашумевшей серии нападений акул. Отдыхающие проигнорировали собственную безопасность. Никто не хотел терять деньги, затраченные на отпуск у моря. Власти Приморья объявили награду в 100 тысяч рублей тому, кто поймает гигантскую рыбу-убийцу. Повторять призыв дважды не пришлось. Десятки рыболовецких судов устремились в открытое море. Желание, по-моему, у всех есть очистить акваторию. Тут вопрос, есть ли снасти, есть ли возможности. Но не все рыбаки были готовы убивать акул. Даже за деньги. Губить их теофауну – это проще простого. Ее восстановить тяжело, а губить ее вообще проще простого. За акул вступились и местные биологи. Приехав во Владивосток, мы познакомились с ведущим научным сотрудником Дальневосточного отделения Российской Академии Наук Владимиром Долгановым. Он решительно выступил против объявленной на акул охоты. Аргументы – пожалуйста. Популяция этого вида на грани исчезновения. Белая акула занесена в Красную книгу. В водах Мирового океана их осталось всего 3,5 тысячи. Вопрос в том, что ловить их смысла никакого нет. Ну, одну поймаем, а их десятки. Последствия от энцефалитных клещей, змей, ну, неизмеримо больше. Но тем не менее, тем не менее, с ними же никто не борется, никто клещей не давит ногтями, по тайге не бегает. Следующее заявление Долганова произвело на нас еще большее впечатление. Ученый утверждал, появление белых акул в Приморье – отнюдь не сенсация. Эти хищники заплывали сюда и раньше. Просто люди были осторожнее, а пресса спокойнее. Они всегда в наших водах летом присутствуют. Когда-то должно было случиться, а может быть и случалось. По недостоверным данным, два случая, когда аквалангисты погибали от акул, здесь были. Даже в книжках наших, еще советского периода, это описывалось. Ученый уверен, с кровожадной убийцей можно жить мирно. Надо просто соблюдать правила безопасности. Люди для акулы – пища несоблазнительная, потому что слишком костлявая. Так что на человека она нападает, только если перепутает его с любимым лакомством – тюленем или морским котиком. У них в генетической памяти такого нет. Она просто попробовала. Во время охоты белая акула сначала кусает, как бы пробует, а потом ждет, когда добыча истечет кровью и обессилит. Кстати, спастись от острых зубов хищницы людям гораздо проще, чем морским обитателям. Главное – не паниковать. И если вы все же оказались в воде рядом с акулой, не совершайте резких движений и постарайтесь медленно грести в сторону берега. Хотя лучший способ обезопасить себя от острых зубов хищника – не лезть опрометчиво в воду. Особенно в тех местах, где акулы уже видели другие. Остров Сахалин. В поисках медведя мы не забираемся глубоко в чащу, а ищем зверя около поселка. Нам нужен хищник, который повадился выходить к людям и стал для них угрозой для жизни. Нету ничего свежего. Наш проводник – Василий Шадрин. О повадках Косолапова знает все. Среди его охотничьих трофеев не один десяток медведей. Говорит, искать его надо около воды. Поздновато приехали. Ну да, по речке пройдем туда. Эти туши лосося, разбросанные по берегу реки – остатки медвежьего першества. Осенью рыба – основной корм для Косолапова. Шадрин ведет нас к озеру, чтобы показать, как люди лишают зверя его естественного корма. Мы с вами на озере Тунайча на острове Сахалин. Вот эта линия, протянувшаяся от одного до другого берега протоки, носит официальное название «Рыбоучетное заграждение». На самом же деле это сеть, которая блокирует доступ рыбы в озеро и тем самым лишает медведей еды. В лесу тем временем начинает смеркаться. Свежий, пометный, свежий. Вообще свежий. У медведя отличный слух, поэтому говорить на охоте разрешается только шепотом. Вот так и что было лететь. Вот у меня свежий здесь есть гарантия, сто процентов, что это было лететь. Вечером, по крайней мере, я кушал. Уже несколько часов гуляем по лесу. Заступила ночь. Вокруг полным-полно следов Косолапова. Но самого медведя мы пока еще не встретили. Продолжать поиски зверя становится опасно. Слишком темно. К тому же наша группа забрела в болото. Шадрин предлагает переночевать в охотничьем домике. Сейчас будем на лавочке сидеть, чай попьем, и ты просто слышишь. Еще неоднократно увидишь. Нормальное явление. Что тут рассказывается? Вот давайте поедем, посмотрим поле, что там творится. Марат, что у тебя там творится? Вот сейчас. Жаркое лето 2011 года. Саратовская область. Ровенский район. Такого количества саранчи местные жители никогда не видели. Земля и небо буквально кишили насекомыми. Армию прожорливых налетчиков фермеры пытались травить с самолета. Но все напрасно. В этой битве за урожай удача была явно не на стороне человека. Она еще на крыло не встала. Оставить на крыло, это все беда будет. Она панциром покроется, ей ничего не сделать, ничего не потравить. У разгали Молдогалиев хотел заработать на продаже арбузов. Взял поле в аренду, радовался. Завязи хорошие, будет большой урожай. Но вдруг пожаловали непрошенные гости. Точно говорят в народе. Налетели как саранча. Все съела, ничего не оставила. За день она съедала быстро. Самое опустошительное нашествие саранчи произошло в 1875 году в США. Внезапно появившись в штате Техас, крылатое войско быстро продвигалось на запад, съедая все на своем пути. Исчезли насекомые так же быстро, как и появились. Мистика. С саранчой связано множество загадочных историй. Это насекомое не раз упоминается в Библии. Именно полчища саранчи Моисей наслал на Египет, чтобы фараон отпустил евреев в землю обетованную. Но чем так провинились фермеры из Саратовской области? И когда им ждать нового вторжения? Воинствующие пришельцы. В чем сила армии саранчи? Они начали появляться в начале мая, чего раньше не было. Советы потомственного дрессировщика. Что делать при встрече с тигром? Не нужно убегать от снайпера, умрете уставшим. Не корми косолапого с руки. Почему медведи открыли охоту на человека? В поисках пищи уходят на дороги, на северных пунктах, и начинают прикармливать, и они особо опасны. Расследование продолжается. Смотрите после рекламы. Вот сейчас мы находимся там, где может быть яйцекладка саранчевых. Мы в Саратовской области. Ольга Тиняева, доцент кафедры аграрного университета, каждый год выходит осенью в поле. Исследует кладки саранчи. Если вовремя не принять мер, на следующий год жди беды. В каждой такой кубышечке может быть до 100 яиц. Можете представить, какую численность может быть она дать, если на одном квадратном метре до 500 кубышек. Биолог рассказывает, раз в 7-10 лет саранчи рождается особенно много. Обычно это бывает на следующий год после засухи. Летом 2011-го агрономы готовились к нашествию саранчи. Но мистическое насекомое преподнесло очередной сюрприз. Они начали появляться в начале мая, чего раньше не было. Крылатые особи появлялись в июне. Как нам объяснила Ольга Тиняева, бороться с саранчой можно только до того, как войско станет на крыло. Потом человек бессилен. Число особей в стае достигает нескольких тысяч на один квадратный метр. Армия саранчи способна развивать скорость до 15 км в час. Пролетать за день до 120 км. А это еще один сюрприз от саранчевых. Обычно в наших краях хозяйничает итальянский прус. А этот долетел в Россию из Марокко. Азиатская перелетная саранча, крупные саранчевые. Посмотрите, какие у них мощные крылья. Могут перелететь тысячи километров. Нашествие саранчи считается одной из самых тяжелых сельскохозяйственных катастроф, сравнимых со стихийным бедствием. О прожорливости саранчи ходят легенды. Только представьте, для того, чтобы вырастить урожай пшеницы, хлеборобам требуется не один месяц. С одного гектара они соберут в среднем 3000 тонн зерна. При пересчете на хлебобулочные изделия получится около 7 тысяч батонов. Вот примерно таких, как этот. Для того, чтобы все это уничтожить, стаи саранчи потребуется порядка 6 часов. А это нашествие произошло в центре Москвы. Полчища тараканов атаковали дом на Малой Грузинской улице. Они просто в течение недели-двух расплодились так, что невозможно было проживать. Они лезли в квартиры сквозь вытяжки, окна и двери. Когда иду к дому, я вижу, что они с улицы ползут в подъезд. И здесь по стенам, по перилам. Нашествие насекомых на Малой Грузинской – событие из ряда вон выходящее, уверяет Наталья Лопонок, заместитель главврача Московского центра дезинфекции. С тараканами санэпидемстанции столицы борются очень активно. Если где и остались рыжие насекомые, так только в ветхом нежилом фонде. Причина данного происшествия может быть только одна. На соседней улице снесли старый дом, и тараканы решили переселиться. Таракан – одно из самых древних насекомых на Земле. В России их насчитывается 55 видов, но только 8 живут в городах. Самый распространенный рыжий прусский. Получил свое название во время русско-прусской войны, тогда же и появился. Для человека таракан опасен тем, что является потенциальным механическим переносчиком различных инфекций, начиная от кишечной палочки и заканчивая стафилококком. Ну, он шипит, потому что отпугивает этим самым хищников, всех птиц. Самый большой в мире – мадагаскарский таракан. В Москве, к счастью, не водится. В лаборатории Центра дезинфекции он что-то вроде коллекционного экспоната. В соседней банке – его американский собрат. Когда-то в столице эти заморские чудовища тоже были в диковинку. А теперь их полно на складах с экзотическими фруктами. Они могут мигрируют на судах, на самолетах. Насекомые мигрируют, поступают в страну и широко из нее вывозятся. Москва – зона кольцевой автодороги. Здесь много продуктовых складов. Заморские фрукты и овощи привозят сюда со всего земного шара. А вместе с ними едут и непрошенные гости – тараканы. Лучшего места для пропитания и не придумаешь. Моего друга, жена, с носомкой такого здорового таракана. Кстати, эта суетливая рыжая семейка, прежде чем попасть в банку к ученым, тоже вначале получила прописку на одном из продуктовых складов ближайшего Подмосковья. Вот они, вот американский таракан. Вот один сидит здесь наверху, вот внизу ползает. Они крупные, похожие несколько на рыжих, но значительно крупнее по размеру. В этой лаборатории хранятся тысячи ядов и ловушек для борьбы с насекомыми-вредителями. А первые средства против тараканов изобрели всего-то сто лет назад. С начала 20 века где-то использовали корни дерева из Южной Америки. Обнаружили, что от этих корней рыба погибает. И решили их использовать против насекомых. Очень быстро выяснилось, что люди мрут от этой гадости не меньше, чем тараканы. У самой знаменитой отравы в Советском Союзе, ДДТ, была примерно такая же история. 30 лет ей морили усачей. А потом вдруг выяснилось, что яд на них не действует. Тараканы выработали на него иммунитет, в отличие от птиц, животных и людей. Однако соседствовать с рыжими братьями люди категорически отказываются и продолжают искать новые противоядия от живучих тварей. Все время будет что испытывать. Во всем появляется все новое. И в этом столичные дезинфекторы правы. Идеального оружия против таракана не существует. Эти насекомые способны пережить не только глобальное потепление, но и ядерную катастрофу. Эта война между человеком и насекомыми с переменным успехом длится уже сотни лет. У службы дезинфекции всегда будет работа. Чем тараканы не трави, но у потомства выживших через поколение вырабатывается иммунитет. А значит, приходится придумывать новый. На острове Сахалин в лесной сторожке охотники почуют нас местным деликатесом – мантами с мясом дикого кабана. Но все разговоры только о косолапом. Охотничьи байки. Так ли страшен медведь, как о нем рассказывают? Скорость медведя до 60 км в час. А боняние в 300 тысяч раз выше, чем у человека. Сахатый бизнес. Сколько стоит лосиное молоко? Просят 8 литров молока. Советы потомственного дрессировщика. Что делать при встрече с тигром? Не нужно убегать от снайпера, умрете уставшим. Смотрите после рекламы. Остров Сахалин. Местные охотники рассказывают нам о случаях нападения медведя на человека. В последнее время их число резко увеличилось. Летом рядом с городком Долинск на детских соревнованиях по спортивному ориентированию зверь чуть было не задрал школьника. Мы сжались с определенным человеком. Этот человек мне давно знаком был. Его Ахмед звали. Петр Рыбалка был одним из участников этих соревнований. Ахмед, который бежал впереди, вдруг куда-то исчез. Вместо него появился огромный медведь. Он увидел медведя, а я нет. Я поворачиваюсь, и уже медведь на меня бежит. Ну, я хотел забраться дерево. У меня это не было угодно, там корни торчали, я упал. Ну, и хотел притвориться мертвым. Притворился, но особо не спасло. Но все равно остался живым. Бурый медведь – один из самых крупных наземных хищников. Средняя масса тела – полтонны. Впрочем, вряд ли косолапого можно назвать исключительно плотоядным животным. В основном он питается растительной пищей – орехами, травами, ягодами. Рыба и мясо составляют лишь чьи-то рациона. Теперь, благодаря человеку, рацион питания медведя стал куда более разнообразным. Это любительское видео – тому яркое подтверждение. Медведь выходит на трассу, люди начинают его кормить сухарями и сгущенкой. Никто и не задумывается, что теперь хищник обязательно придет в село. Будет искать легкую пищу. Сначала в огороде и на скотном дворе, а потом и в доме человека. Люди подрастают, привыкают к людям. Но потом все равно, рано или поздно, происходят конфликтные ситуации, когда медведь чем-то недоволен, или он не получил количество пищи от человека какой-то. Рано утром нам с группой охотников надо снова идти в тайгу. Искать одного из таких медведей. Зверь стал выходить к людям, агрессивно себя вести. И ему подписали приговор. Какой будет наша встреча с этим несчастным зверем? Эти кадры, выложенные на YouTube, стали настоящей сенсацией. На трассе Владивосток-Хабаровск к людям вышел не олень или косуля, а хозяин здешней тайги – тигр. Закрой! Посетители виртуальной сети тут же вспомнили случай нападения тигров на домашний скот и собак. И началась шумная дискуссия. Одни заявляли – пора начинать отстрел. Хватит спасать тигра, он и так сильно расплодился. Другие, более позитивно настроенные, рассуждали об эволюции хищника. Ведь когда-то и кошки были дикими. Амурский тигр – один из самых крупных хищников на Земле. И точно самый большой в своем виде. Его вес может достигать 300 с лишним килограммов. Местные народы поклонялись ему как божеству, а для некоторых жителей он до сих пор остается тотемным животным. Амурский тигр привык жить в тайге. Там его дом, там его место охоты. Так отчего в последнее время он все чаще выходит к человеку? И почему эти встречи становятся все более опасными? Прокомментировать случай в Хабаровском крае мы попросили братьев запашных. Знаменитые дрессировщики знают о повадках тигров не понаслышке. Шрамов? Ну, наверное, штук 15 есть. У меня на одной руке только здесь вон сколько раз. Тигр никогда не станет ручным, в один голос заявили нам запашные. Он прежде всего хищник, даже тот, который выступает на арене и живет в неволе несколько поколений. Пример наш тигр Мартин. Это такой странный товарищ, который безумно любит людей, который в компании тигров себя гораздо хуже чувствует. Но при этом он все равно стоит хищником, он все равно опасен. Он все равно является таким зверем, которого не оставишь наедине с незнакомым человеком. Но тигр не людоед, уверяют нас дрессировщики. На человека он может напасть только при одном условии – если не находят в природе никакой другой пищи. Чтобы чувствовать себя сильным и здоровым, тигр должен съедать в сутки не менее 10 килограммов мяса. Мозг в нашей голове присутствует для того, чтобы осознавать, хотя бы какие территории опасны, для того, чтобы там находиться. Если ты знаешь о том, что в этих краях вообще водятся дикие звери, то ходить с лукошком и искать там грибы – это странно. Вот лично для меня. Мы решили организовать экспедицию на Дальний Восток, чтобы на месте разобраться, почему Амба, так называют тигров при Амурье, стал выходить из тайги к людям. И действительно ли этот зверь, занесенный в Красную книгу, стал опасен для местных жителей? Приморский край, 200 километров от Владивостока. Именно за этими сопками находится Лазовский заповедник – ключевое место обитания Амурского тигра. Именно от нас с вами зависит, будет ли популяция этого зверя увеличиваться, или он исчезнет окончательно. Поселок Преображение стоит на самой границе Лазовского заповедника. Местные жители встречаются с тигром часто. Говорят, здесь у Амбы тропа из тайги к морю. Такого не наблюдалось, чтобы он там рыбу где-то ловил, как вот медведя ловил. Ну, мне кажется, если на берегу будет валяться, он съест, конечно. Тут же вспомнился эпизод из знаменитой отечественной комедии. Лето, на пляже полно отдыхающих. Такие встречи наверняка без жертв не обходятся. Но наш проводник возражает. Тигр никогда не появится там, где людно. В летнее время, конечно, народу здесь много отдыхающих. Они стараются эти места обходить. А зимой они уходят спокойно. Ну, и когда уже народу нет, они спокойно по берегу уходят. Валерий Кирсанов везет нас вглубь заповедника. Мы внимательно смотрим в окна машины. Вдруг увидим тигра. Но инспектор нас разочаровывает. Это очень осторожный хищник. Зверь может наблюдать за человеком, но себя при этом не обнаружит. Лично его встречи с тигром всегда носили мистический характер. Однажды тигрица. Едем, на краю поляна сидит. Остановились, посмотрели, она ушла. Дальше едем, она на следующей поляне сидит. И вот так три раза. Любопытная. Владимир Колесников знает в заповеднике каждую тропку. Вместе с ним мы отправляемся исследовать среду обитания тигра. Ну, а запах такой сильный стоит. Недавно вот видно проходило. По кучей отметке своеобразная коммуникация тигров. Во время гона они позволяют самцу и самке встретиться друг с другом. Рядом с таежной тропой инспектор Кирсанов находит сгнивший череп пятнистого оленя. Ну, вот череп пятнистого оленя. Молодая самка. Вот череп, конечно, уже погрызен. Его мыши потом доедают после тигра. Иногда тигр может, если небольшой олень, съесть целиком. Тем более, если тигрит и тигрят они. Амурский тигр – виртуозный охотник. Благодаря острому зрению и тонкому слуху он издалека обнаруживает свою жертву. Подбирается к ней как можно ближе и одним прыжком решает дело. В этом месте сходятся следы оленей тигра. Чем закончилась эта встреча, понятно без слов. Вот это вот следы пятнистого оленя. Ну, это как раз питание тигра. Основное. Да, основное. Пятнистый олень. Мы снова в машине. Едем по тайге дальше. И с удивлением от Валерия Кирсанова узнаем. Пятнистый олень, оказывается, не самая любимая пища тигра. За оленем надо побегать, а хищник этого не любит. Быстро утомляется. Вот кабан – другое дело. И сытно, и охотиться удобно. Однако дикие свиньи все реже стали встречаться в Лазовском заповеднике. Люди вырубают дубы. А нет желудей – нет и кабана. Поголовье пятнистого оленя в последнее время тоже резко сокращается, продолжает жаловаться инспектор. А виной всему – браконьеры. Они окружили территорию заповедника вышками. Рядом посеяли сою и овес. Вкусный корм выманивает олени с охраняемой территории. И они становятся легкой тобычей охотников. Когда перебьют копытного тигра, начнет больше выходить населенным пунктом, за собаками, за домашним скотом, естественно, будут так называемые конфликтные тигры, то этот тигр будет либо отпугиваться, либо отлавливаться специалистами. Ну, а уж со всем, которые действительно на человек нападают, тех, разумеется, будут отстреливать. Таежная история. Почему тигры идут к людям? Либо человек этого тигра пытался убить. Техника обмана. Как костромские фермеры превращаются в лосих и лосят? Обыкновенная человеческая речь в сочетании с этим запахом. Все готово лосенок. След взят. Чем завершились поиски медведя-людоеда? Траконьеры. Сделены медведя. Смотрите после рекламы. Мы на Дальнем Востоке. Приехали выяснить, неужели амурский тигр вышел на тропу войны с человеком. За сутки, проведенные в Лазовском заповеднике, мы увидели множество следов амбы. Но сам хозяин тайги к нам так и не вышел. У тигра нет цели нападать на людей, говорят нам научные сотрудники. Но, кажется, местные жители думают иначе. На 23 февраля тигр залез в сарай и загрыз собаку. Василий Черепанов не единственный, у кого полосатый хищник загрыз собаку. Жалуются многие. Однако старший научный сотрудник Лазовского заповедника Галина Салькина обвиняет в страшной расправе не тигров, а людей. Нападение провоцирует сам человек, потому что оставляет зачастую и скот, и собак без присмотра. На дачах оставляются беспризорные собаки. Они размножаются, и, в свою очередь, все это привлекает тигров, как достаточно легкая добыча. Человек сам приучает тигра к легкой охоте, объясняет нам Галина Салькина. И формирует у хищника так называемое нежелательное пищевое поведение. Для молодой тигрицы собака или домашний скот – легкая и быстрая добыча. Она приносит ее на обед своим детенышам и тем самым формирует их вкусовые ощущения. Вырастая, тигрята начинают добывать именно ту пищу, которой кормила их мать. Были случаи на краю поселка. Тигр утаскивал собаку, привязанную к цепи в будке, вместе с будкой. Между тем, Василий Черепанов продолжает рассказ о своих непростых отношениях с тигром. Прошла неделя после того, как Амба задрал его собаку. И полосатый хозяин тайги снова пожаловал к нему в гости. На этот раз его добычей мог стать сам хозяин дома. Он когтями прямо куртку на мне выдрало прямо на спине. Я упал. Он меня сразу схватил за руку. Лоскуты летели. Я думаю, если бы не куртка, он бы мне, наверное, руку это отгрыз. Сотрудники заповедника уверяли нас в том, что тигр не нападает на человека. Как прокомментируют они эту историю? Вокруг заповедника, в местобитаниях тигра, наблюдается строительство дач, хуторов. И это все приводит к столкновению тигра и человека. Как мы выяснили, все эти истории произошли с Василием Черепановым на даче. А она находится всего в нескольких километрах от охраняемой территории. В том, что у заповедника есть свои границы, хозяину тайги ведь не объяснишь. А эти трое мужчин, которые, как нам показалось, за несколько дней пребывания в заповеднике, знают о тиграх все, дали свой комментарий событиям в жизни Черепанова. Если бы Амба охотился, он бы обязательно убил. А так только попугал. Не нужно путать нападение тигра. И когда тигр просто отпугивает человека. Допустим, если Вы подходите к добыче тигра, и тигр рядом, он может делать выпады в Вашу сторону, может рычать. Но он не нападает, он просто отпугивает. Чтобы конфликтов людей с тигром было как можно меньше, у руководства заповедника разработало специальный свод правил поведения в этих местах. Мы, конечно, люди не здешние, но выучили некоторые из них. А вдруг пригодится? Следы тигра свежие. Но даже если зверь прошел здесь всего пять минут назад, это совершенно не значит, что встреча с хищником вам гарантирована. Если у тигра нет желания встречаться с вами, вы его никогда не увидите. При этом сам он будет следить за вами неотрывно. Если Вы все же встретились с хищником, ни в коем случае не паникуйте. Помните, тигр никогда не нападает на человека первым. Никогда не поворачивайтесь к нему спиной, говорите тихим и спокойным голосом. Отойдите в сторону, уступив ему дорогу. Вот эту вот чудную рыбку мне удалось поймать в нашем теперь уже знаменитом соленом озере. Вот такая вот красавица. Чтобы полюбоваться на этот необычный улов, мы прилетели из Москвы в Ростов-на-Дону. Свой трофей Станислав Чекунов держит в холодильнике. Говорит, когда деньги будут, сделаю из рыбы чучела. Такие чудовища обитают только в Амазонке, а я краснобрюхую пиранью поймал в родном озере. Эти небольшие по размеру рыбки – настоящая гроза реки Амазонки. За свою невероятную прожорливость их прозвали речными гиенами. Они безжалостно уничтожают все живое вокруг, бесстрашно нападают на тех, кто в десятки раз больше их по размеру и способны обратить в бегство даже крокодила. Но пиранья – рыба теплолюбивая, и русскую зиму вряд ли бы пережила. Так откуда она взялась в соленом озере под Ростовом? Добычей рыбака-любителя тут же заинтересовались в Азовском НИИ рыбного хозяйства. Красная, краснобрюхая, обыкновенная. В принципе, она может представлять опасность, но я говорю, при условиях, что это стая, достаточно многочисленная. О прожорливости пираний ходят легенды. В свое время ученые проводили даже эксперимент. В воду опускали тушу животного и смотрели, какое время понадобится стае пираний, чтобы от трупа остались одни только кости. Тушку капибары уничтожали за 90 минут. В Московском океанариуме подобных экспериментов не проводят. Прокормить бы прожорливых хищников. Малькам пираний здесь дают на ужин мороженую моеву. Через несколько минут эта стайка не оставила от рыбешки даже костей. Пирания – одна из самых кровожадных в мире рыб. Своими острыми зубами она способна откусить человеку палец. Собираясь в стае, эта рыба представляет реальную угрозу для любого, кто оказался в воде. Чтобы понять, откуда взялась в Ростовском озере диковинная рыба, их теологи провели целое расследование. Анализ регистрирующих возраст, структур и зон роста показал, что эта рыба в естественном водоеме долго не находилась. То есть ее выпустили непосредственно где-то перед поимкой в водоем. Так же, как и по годовым кольцам на срубе дерева, по чешуе рыбы можно определить, когда, сколько, а главное, где и как жила рыба. Специалисты Азовского НИИ сделали однозначный вывод. Краснобрюхую пирань у озера Соленое выпустил кто-то из местных аквариумистов. Ну, рассказывают, что в Тагаровском заливе видели крокодила, даже показывали. До сих пор вроде там живет. Экзотические зверушки – новое модное увлечение отечественных новоришей. Одному на день рождения подарили тигренка, у второго – в гостинный аквариум с хищными пираньями, третий выпустил на свое вилле в пруд стаю аллигаторов, но когда животные вырастают, справиться с ними хозяева уже не могут. И хорошо, если сдадут в зоопарк, а то ведь просто выпустят на волю. Сахалин. Пошел второй день охоты на медведя. С утра пораньше отправляемся снова в лес. Спускаемся вниз по реке и видим свежие следы. Видно, за ночь здесь что-то случилось. На земле валяется гильза. Наш проводник объясняет – она браконьерская, переделана вручную из пули на утку. Специально для охоты на крупного зверя. Браконьерская гильза. Судя по всему, нас опередили. Запах пороха, свежий. Значит, медведь должен быть где-то рядом. Буквально через 200 метров мы увидели лежащее в речке тело мертвого медведя. Наши страшные догадки подтвердились. Стрельнул, обрезал лапы, вытащил желчь и бросил медведя. У медведя забрали все самое ценное – лапы, желчь, сердце и жир. На черном рынке за эти трофеи дадут кругленькую сумму. А тело медведя останется гнить в реке, отравляя воду трупным ядом. За это нужно, по крайней мере, не казнить, то наказывать жестко. Видя это растерзанное тело 500-килограммового хозяина тайги, понимаешь, в этой войне с природой виноват только человек. Зверье борется за выживание, а люди чаще всего – за деньги. Впрочем, наживаться на братьях наших меньших можно и в полной гармонии с природой. Эта ферма под Костромой рядом с деревней Сумарокова в своем роде уникальна. Здесь доят лосих. Цена за литр молока – 600 рублей. От покупателей нет отбоя. Едут со всей России. Я вас отвлекаю на Таргарин. Тут люди очень издалека приехали, просят 8 литров молока. О целебных свойствах лосиного молока ходят легенды. Помогает от желудочных расстройств и даже лечит язвы. Уникальность лосиного молока заключается в том, что в желудке человека оно практически не бродит. Лось сам по себе уникальное животное. Это единственный практически из отряда жвачных животных, основную жизнь свою, не имеющую запаха. Чтобы получить от животного молоко, сотрудникам фермы приходится разыгрывать настоящий спектакль. А начинается он во время родов лосихи. Он выскочил из мамки, мокрый. Вот эти люди берут своими руками, лосеночка подносят. К мордаке к лосиночке, она облизав его, уничтожила запах. А вот руки испачканы, лосеночка не моет, пачкает свою одежду. Эту одежду обязательно меняет через 10-12 дней. Потому что в дикой природе замечено лосиха привязываться к лосенку, а лосенок привязываться к лосихе именно в этом возрасте. 10-12 дней. И все это время одна половина работников играет роль лосих, другая прикидывается лосятами. Называют кличку постоянно лосихи, общаются, обыкновенная человеческая речь в сочетании с этим запахом. Все готовы лосенок. Лосих на ферме держат только во время беременности. А после родов отпускают в лес. Голоса доярок, разносящиеся по лесу, лосиха принимает за голос своего малыша и спешит в специальный загон, чтобы его покормить. Там вместо лосенка ее встречает работница фермы. Но животное об обмане даже не догадывается. Все основано на инстинктах в том плане, что лосят мы забираем от лосихи, лосята воспринимают человека как свою мать, а лосиха все лето ходит кормить не доярку, а своего лосенка. То есть в ее понятии человек – это лосенок. Новорожденных лосят держат в лесном вольере, чтобы они сразу привыкали к жизни в природе. Роль мамы лосихи выполняют для них студентки сельскохозяйственной академии. Житель бескрайних северных лесных широт. Лось – самый крупный вид семейства оленевых. Из-за своих рогов, больше напоминающих саху, получил кличку сахатый. Их размер у взрослого самца может достигать двух метров. Масса тела свыше полутонны. Питается в основном кустарниками, корой деревьев и травой. На человека почти никогда не нападает. Лось опасен лишь в период гона. Так что с начала сентября и по конец октября к нему лучше не приближаться. Зверь может принять человека за соперника. У нас живут одни только самочки. Потому что самцы во время гона становятся очень агрессивными с возраста двух лет. И с ними договориться невозможно. История с лосиной фермой показывает, что при желании мы можем мирно сосуществовать с дикими животными. Нужно просто прекратить бездумно вторгаться на их территорию. Иначе природа будет мстить. И таких историй мы рассказали вам в этом фильме немало. Никто не способен сотворить столько бед, сколько сами же люди. Все-таки самое опасное животное на Земле это человек. Он там столько наворочил, он поразоротил заборы, попереворачивал бочки Почему медведи стали охотиться на людей? Их территорию заняли. Как оказались акулы у берегов Японского моря? Они всегда в наших водах летом присоусы. Откуда в Ростовском озере появилась зубастая пиранья? Вот такая вот красавица. Почему амурский тигр съел всех местных собак? Тигр привыкает к легкой жертве. Можно ли остановить армию саранчи? Она панциром покроется, я ничего не сделал, ничего не потравил. Откуда в центре Москвы появились полчища тараканов? Мы раскладились так, что невозможно было проживать. Что это? Необъявленная война животного мира с человеком? Мы не просто рассказываем истории, мы хотим разобраться в сути проблемы. Своим телосложением медведь напоминает человека. Даже задние лапы сгибаются в коленном суставе в том же направлении, что и у людей. Не зря славяне считали его языческим божеством. Медведь до сих пор символ России. Нас убрать. Пока люди митингуют, в кабинете начальника управления Сахалинского охотхозяйства медведю подписывают приговор. Если зверь вышел к людям, его необходимо убить. Иначе он убьет человека. В прошлом году мы отстреляли на этот же момент, допустим, 14 медведей. А в этом году уже мы отстреляли 15. И, видимо, это будет продолжаться. Для отстрела опасного животного сформирована специальная группа. Мы просим разрешения принять участие в операции. Очень сильная отдача. Хочешь, расстрелили? Просто для интереса. Выход в тайгу назначен на следующий день. Своим местом обитания эта рыба выбрала прибрежную зону континентального шельфа. Ее наблюдали у Австралии и у берегов Южной Африки, рядом с пляжами Калифорнии и в центральной части Средиземного моря. Но в последнее время ее стали встречать там, где раньше даже не видели. В Красном море, в Египте и в России, в Приморском крае. В этой бухте, на берегу Японского моря, все и произошло. Это был обычный день. Мы отдыхаем в этой бухте не первый год. Отдыхаем дикарями. У нас лагерь на берегу. Сергей Торохов с другом сидели в лодке, рыбачили. И вдруг услышали пронзительный женский крик. Когда мы посмотрели на воду, мы увидели девушку, которая истошно кричала и как-то в воде хаотично двигалась. Это наши городские джунгли. Говорят, через 20 лет в них будет жить 4 миллиарда человек или почти 60% населения земного шара. Мнивое благополучие городского существования притягивает к себе словно магнит. Цивилизация упростила жизнь человека, но, кажется, совсем разучила общению с природой. Сюда вот я подошла к туалету и увидела его вот там, около той яблоги. Большой, крупный. Я стала кричать к деду, он не слышит. А потом собака здесь гавкала. Потом видела, что я здесь, ну, рядом. Побежала туда к нему. Вот. Он туда посмотрел и вот так вот вниз в рог пошел. После этого случая у бабы Насти, жительницы небольшого сахалинского поселка, случился двухнедельный шок. Еще бы. Нос к носу встретилась с живым медведем. И не где-нибудь, а на собственном огороде. Позвонила где-то Алла Ивановна, говорила, так и так медведь приходил. Она кому-то там еще позвонила. Приехали все убивать. Алла Ивановна в поселке Пригородное председатель дачного кооператива. Говорит, 30 лет приезжает сюда каждое лето. И ни разу не слышала, чтобы медведь так близко подходил к человеку. И вдруг настоящее нашествие. Мы боимся сюда привезти детей. Мы сами боимся. Мы направились туда. Вытащили ее в лодку. Она закричала, спасите, акула, ест там парня. Погринули голову в другую сторону и увидели, что действительно плавник, предположительно, акули, вода красного цвета. Друзья подплыли к мужчине. Хотели вытянуть его из воды за руки, но оказалось, что рук у него нет. Их откусила акула. Это самая крупная рыба-хищник на планете. Большая белая акула одним своим внешним видом внушает панический страх и горе тому, кто окажется рядом с ней в воде. Спастись удается немногим. Только в прошлом году в мясорубке хищных челюстей погибло 27 человек. Не зря в простонародье эту рыбу именуют акулы-людоеды. Белые акулы – настолько опасные хищники, что их нет ни в одном океанариуме мира. Рядом с этой ненасытной убийцей любое живое существо тут же становится добычей. Первой жертвой нападения акулы в Приморском крае стал Денис Удовенко. Это единственное интервью, которое дал молодой человек тележурналистам. То, что Денис остался в живых – заслуга только его спасителей. Если бы не грамотные действия Сергея Торохова, парень бы истек. В западном представлении бытует стереотип о том, что медведи в буквальном смысле ходят по улицам нашей страны. И если до недавнего времени эти слова воспринимались как забавный небылица, то сейчас для жителей Сахалина они стали реальностью. Чтобы разобраться, почему добродушный Мишка превратился в буйного зверя, мы организовали экспедицию на Сахалин. Поселок Пригородное. На кухне председателя дачного кооператива Аллы Ивановны теперь каждый день собрание. Обсуждают бесчинство Косолапова. Выясняют, что делать и кто виноват. Их территорию заняли. Их территорию заняли. Занял завод. Опасения дачников разделяют и местные экологи. Там, где раньше шумели леса, теперь качают газ. Это нефтяные платформы, которые находятся в море. Есть участки добычи нефти также на побережье. И все это связано с магистральным нефти и газопроводом, который через весь остров проходит и идет к заводу Пригорода. Конечно же, это влияет на среду обитания медведя. За моей спиной один из крупнейших в мире газосжижающих заводов. Он был построен в 2005 году на месте колоссального лесного массива. Именно там и проживали медведи. Мы, конечно, не выступаем за это, чтобы завод убрать. Мы выступаем за то, чтобы нас переселить. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...